Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Попался с поличным и раскрыл все сделанные закладки опасного психотропа. В Гомеле оперативники наркоконтроля УВД облсполкома задержали наркокурьера, который работал на интернет-магазин по продаже альфа-ПВП. Дилер успел сделать 8 закладок в разных точках областного центра. Товаром никто не воспользовался. В гараже так называемого кладмена нашли два пакета с психотропом, фасовочный материал, весы и устройство для употребления наркотиков. Сотрудникам милиции предстоит разобраться, каким образом с территории предприятия Ветковского района было похищено 265 килограммов фуражной муки. В деревне Пыхань сотрудники ГАИ остановили для досмотра автомобиль местного жителя. В багажнике обнаружили 7 мешков с продукцией без каких-либо документов. Сотрудниками госавтоинспекции Ветковского района в деревне Пыхань Ветковского района был остановлен автомобиль Volkswagen Passat под управлением 46-летнего мужчины. При проверке данного автомобиля было обнаружено в багажном отсеке 6 мешков фуражной муки. Как оказалось, мука принадлежит ехавшей в качестве пассажира женщине. Данная мука была изъята и передана на ответственное хранение с предприятия, которое было похищено. В Чечерском районе более 4000 тонн лома цветного металла в салоне Мерседеса перевозил гомельчанин. Сотрудникам Межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ВД Гомельского обл. в Чечерском районе был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 32-летнего водителя, который в кузове данного автомобиля перевозил лом цветного металла общим весом более 4000 килограмм. По данному факту проводится проверка. И в продолжении выпуска оперативная информация от сотрудников МЧС. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, повреждены два строения. На оказание технической помощи спасатели выезжали шесть раз. В Калинковичах на пожаре погиб мужчина. Сотрудники районного подразделения выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Богдановича. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу под столом на кухне спасатели обнаружили труп хозяина дома 1967 года рождения. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Следственная оперативная группа проводит проверку по данному факту. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.